И сказал Господь Бог. А здесь нужно сказать еще вот о чем. Обратите, пожалуйста, внимание на то, что в первой главе неоднократно упоминался Бог. 7, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 21 стихи. Почти в каждом стихе. 22, 23, 25, 29, и затем 31. Во всех стихах упоминается Бог. И слово «Элохим». И в первых стихах второй главы, второй и третий стихи второй главы только слово «Бог», «Элохим». Смотрите, что с четвертого стиха начинается. Используется фраза «Господь Бог». В пятом стихе «Господь Бог», в седьмом стихе «Господь Бог». Также и в восьмом, также и в девятом, также стих пятнадцатый, также и шестнадцатый «Господь Бог». И вот что говорят все с этим критики Священного Писания. Они говорят, вот смотрите, вот тут вступает другой автор. Нет, нет, никакого другого автора. Здесь начинается более глубокое откровение, данное тем же самым автором. Вчера я вам говорил о том, что «Элохим» — это общее слово, общее наименование Бога. Не знаю, как называют лекарства в России. В Америке есть такой принцип, например, есть такое лекарство, называется «Адвил». Это обезболивающее лекарство. И вот это конкретное название лекарства, производимого конкретной компанией. Но общее название этих лекарств — «Абропрофин». Я даже в России его покупал, поэтому я знаю, что здесь есть такое лекарство. Это общее название лекарств этой группы, а конкретное название этого лекарства — «Адвил». Так вот, Бог — это общее родовое название. И язычники, и представители других религий называют своих божеств Богом, даже при том, что есть лишь один истинный Бог, но имя общее, родовое имя. Но есть еще одно имя — «Яхве». Об этом более конкретно и более подробно говорится в книге «Исход», третья глава. Но имя это используется и до третьей главы «Исхода». Впервые оно появляется как раз во второй главе книги «Бытие». Критики говорят, вот смотрите теперь слово «Яхве» или сочетание «Яхве» и «Элохим», значит, что у нас другой автор, значит, что у него другое излюбленное имя для божества. И этим отличается его повествование от повествования автора первой главы. Нет. Смысл скорее вот в чем. «Элохим» — это общее название, родовое имя. А «Яхве» — это имя Бога Завета, личное имя, имя собственное, данное по Завету. «Элохим» используется, когда речь идет о Боге Творце. А «Яхве» — когда речь идет о Боге, с Которым мы вступаем в Завет, о Боге, с Которым мы общаемся, о Боге, к Которому мы прилепляемся. «Элохим» — это Бог, имеющий властью над нами, Бог во власти. «Яхве» — это Бог, Который рядом с нами, Бог, Который вступает с нами в Завет. И сейчас как раз этот Завет и будет заключаться. Отношения между Богом и человеком начинаются как раз во второй главе. И часть Завета — это законненькое ограничение, запрет. Вот это делать нельзя, это делать неправильно. Мы с вами, люди, когда слышим слово «нельзя», спрашиваем «почему?» Почему нельзя вкушать от этого дерева? Я бы хотел в ответ на этот вопрос сказать две вещи. Может быть, не сразу их вы услышите. Не потому что их сложно понять, а потому что мы мятежные по природе своей. Мы мятежники против господства Божьего. Почему? Да, во-первых, Бог в физическом творении установил определенные духовные реальности, которые проявляются через реальности физические. В этом и есть смысл творения. Как это работает? Моисей нам очень скоро объяснит. Моисей нам скажет о том, как создан Адам. Теперь смотрите, есть духовная реальность, душа Адама, дух Божий в Адаме, а оболочка физическая, тело Адама. Реальность духовная, оболочка физическая. Духовная реальность была и в древе познания добра и зла. Духовная реальность заключается в том, что, вкушая от этого древа, мы придем к смерти. Может быть, физически дерево выглядело красиво, но духовно это яд. Яд бывает не только физический, но и духовный. Как раз об этой духовной ядовитой реальности Господь их и предупреждает. Теперь вопрос, почему? Почему Он поступил так с этим древом, а не с какими-нибудь другими деревьями? Очень часто возникает такой вопрос, почему Бог так поступил, почему Бог так решил? В ответ на этот вопрос нужно вспомнить вот о чем. В понимании воли Божьей есть важная вещь. Если бы воля Божия подчинялась определенным стандартам, определенным причинам, то этот стандарт, эта причина, эта мерила, и стала бы Богом. Бог не подчиняется никаким стандартам. Нет стандарта, который был бы выше самого Бога. Мне вспоминается один из известных платоновских диалогов. Кстати говоря, с Сократом возникает такая проблема. Непонятно, что на самом деле сказал Сократ, что написал Платон. Когда Платон записывает слова и мысли Сократа, это действительно мысли Сократа, или это идеи Платона, который вкладывает свои идеи в уста Сократа. Но мы знаем, что Платон был великим философом, и от него мы знаем, что Сократ был его учителем и также великим философом. Так вот, в одном из диалогов мы узнаем о том, что однажды на рыночной площади Сократ встретился с юристом, с законником, и у этого законника Сократ спрашивает. Он говорит, почему что-либо правильно? Что-либо правильно, потому что Боги это сказали? Или Боги говорят, потому что это по сути уже правильно? Что было раньше? Истинность или Слово Божие? Для греческой мифологии это была настоящая серьезная проблема. Чем определяется правильность? Правильность тем, что Бог это сделал? Или правильность существует независимо от Бога? И Бог уже просто поступает правильно. Этот вопрос был в языческой мифологии, в языческом богословии. В христианском богословии этот вопрос решен. Истинность определяется тем, что Бог это сказал. Раз Бог сказал, то это истина, нет какого-либо естественного закона, который был бы выше Бога. Почему Бог запретил вкушать от этого дерева? Да просто потому, что так Ему было угодно, потому что так повелевает Его мудрость. Другой причины нам не нужны. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok